Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана. В нашем выпуске рассказ о самых заметных событиях в студии Аркин Олымбеков. В Бишкеке проведен очередной рейд по выявлению нарушителей правил тонировки и езды без государственных номеров. Нарушителей много, но наказано не всем. Жители пригородного дачного поселка никак не могут определиться со своим статусом. Из-за отсутствия прописки они называют себя призраками. Сторонники бывшего мэра столицы протестовали решение Центризбиркома о недействительности подписи. Между тем суд по делу Наримана Тюлеева отложен. Бишкек предвыборный, он же безобразный. Мэрия столицы готовится к периоду, когда город заполонится агитматериалами кандидатов в президенты. Напомним, агитационный период начнется с 25 сентября и завершится 28 октября. Власти столицы создают мобильные группы и сотрудников коммунальных служб, чтобы моментально реагировать на нарушения правил благоустройства. И предупреждают клеить и развешивать агитматериалы на зданиях, заборах, автобусных остановках, столбах и деревьях. Категорически запрещается. Напомним, на последних парламентских выборах, где участвовали 29 политических партий, столица превратилась буквально в мусорную свалку из листовок и плакатов. Одна из политических партий, помнится, чтобы закрепиться в память избирателей, вбивала гвоздями свои партийные флаги в городские деревья. Мэрия предупреждает, если кто-то из кандидатов будет нарушать правила, его чистоплотность будет обжалована в ЦИКе вплоть до снятия его с предвыборной гонки. Мы будем оперативно реагировать на нарушения, на повсеместное, прежде всего, расклеивание, на опорах, путепроводах, на деревьях, более того. Будем оперативно снимать и оперативно передавать данные материалы в административные комиссии, оперативно рассматривать эти материалы и передавать уже в судебные органы и в ЦИК, чтобы снимали данных кандидатов. А тем временем бывший мэр Бишкека не хочет уходить с предвыборной дистанции. Его избирательный штаб обратился в суд на действия ЦИКа. Напомним, два дня назад Центрозбирком отказался регистрировать Цюлеева в качестве кандидата в президенты. Главным мотивом отказа ЦИК назвал недействительность представленных подписей за претендента. Напомним, вместо необходимых 30 тысяч подписей на ремонт Цюлеев принес более 130 тысяч. В Центрозбиркоме посчитали, что 28 тысяч из них настоящие, остальные либо поделанные, либо неправильно заполненные. Теперь сторонники Цюлеева обвиняют членов ЦИК в исполнении политического заказа властей против, как они выражаются, одного из реальных кандидатов на пост президента. Кстати, кандидатуру Наримана Цюлеева выдвинула партия «Молодежное движение» 7 апреля. Молодые люди не исключают массовые акции протеста. Потому что вы знаете, как мы можем реагировать, когда идет тоже беспредел правовой со стороны ЦИКа. А как нам тогда реагировать? Нам что, сидеть молча? В Бишкеке пресс-конференцию дали призраки. Никакой мистики. Так называют себя жители девяти дачных участков вблизи аэропорта Манас под Бишкеком. Они и требуют от властей придать этим участкам статус села. Вот уже 15 лет люди, живущие там, не могут прописаться по месту жительства. Не выдаются свидетельства новорожденным, а их за все это время было около трех тысяч. Те, кому подошел срок получать паспорта, также не могут этого сделать. Официально многих из них не существует. Такое положение дел не дает этим людям юридического права на услуги медиков образовательных учреждений. Сколько раз они обращались в правительство и джекуркукинерж по этому поводу, жители уже и не помнят. Ответ всегда был одним и тем же. В Конституции нет статьи, предусматривающей предание дачным участкам статуса села. Теперь жители дачных участков намерены идти на крайние меры. Прикрывать трассу, ведущую из аэропорта Манас в Бишкек. Даже был случай, чтобы в роддом не принимали, там они коридоры родились и умерли дети. Представьте себе, без статуса мы как будем жить? Там даже вот смирники, вот. Умер человек, некуда похоронить. Мы этот труп несем с одного села на другую по городу. По 12-13 тысяч плотим, чтобы похоронить его. Инспекторы дорожного движения провели очередной рейд по выявлению нарушителей автомобильной тонировки. И в очередной раз нарушители отделались лишь штрафом. И то не всем. Вот так некоторые водители реагируют на требования сотрудника госавтоинспекции предъявить документы на автомобиль. Этого парня остановили в центре города. Выяснилось, что он управлял машиной без водительского удостоверения. Поставить автомобиль на штрафную стоянку он категорически отказывался. Ждал, когда на помощь приедут какие-то люди и решат его проблемы. Через 10 минут действительно приехал мужчина, который пообещал написать в прокуратуру жалобу. Но увидев съемочную группу, развернулся и уехал. Надо было учиться, чем уже. Тем не менее, автомобиль нарушителя был доставлен на штрафную стоянку. Хозяин авто смирился с этим фактом и ушел пешком. Во время рейда по столице за несколько часов на штрафные стоянки города были доставлены десятки автомобилей с подобными нарушениями. Работники стоянки то ли с насмешкой, то ли всерьез говорили, что уже мест нет и просили больше не привозить нарушителей. По рации сотрудники госавтоинспекции запросили помощь коллег. Водитель внедорожника отказался объяснять причину отсутствия госномеров и хотел уехать. К тому же представился братом высокопоставленного сотрудника милиции. О чем договорились инспекторы дорожно-патрульной службы с человеком, управлявшим автомобилем без намерных знаков, осталось за кадром. Но спустя 10 минут мужчина спокойно уехал. Инспектор, вот сюда машина на штраф стояла. Эту машину остановили недалеко от Государственного комитета национальной безопасности. Управляющий автомобилем водитель попытался объяснить, что это оперативная машина. Но ни документов, ни разрешения на тонировку у него не оказалось. Но в конечном итоге он так же, как и предыдущий, уехал, скорее всего, по своим важным делам. Водитель автомашина, Максима, право примет, остановит 0441. В Бишкеке после известных событий в стране уровень уважения к сотрудникам милиции и соблюдению элементарных правил дорожного движения заметно снизился. Но есть и те водители, которые соглашались с нарушением и отдавали водительское удостоверение. А взамен получали временный талон на вождение. Несколько водительская дисциплина упала. Сейчас хотелось бы все-таки участников дорожного движения предостеречь от того, что все вот эти вот нарушения ведут к огромному росту количества дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники безопасности дорожного движения будут принимать все меры, согласно законодательству, за нарушение правил дорожного движения. Несмотря на то, что последние несколько месяцев госавтоинспекция не проводила никаких рейдовых мероприятий, связанных с нарушением правил дорожного движения, в ГУБДД уверены, что такими мерами хоть немного смогут повлиять на нарушителей. В свою очередь, многие уверены, что подобные рейды будут бесполезны до тех пор, пока не будет ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения. Ринат Шамсудинов, Айбек Улчманов, Бишкек, Кыргызстан. Помощь молодым, то есть пожилым, молодые звезды эстрады решили провести благотворительную акцию в преддверии Международного дня пожилых людей. Возле столичного кинотеатра «Маназ» была организована импровизированная ярмарка личных вещей артистов Кыргызстана. За символическую плату можно было приобрести диски, плакаты и даже одежду певцов. Чтобы мероприятие не показалось скучным, артисты по очереди выступали перед собравшимися, затем шли к своим столикам и распродавали гардероб. Все собранные средства будут направлены в один из районных домов престарелых, чтобы хоть как-то поддержать тех, кто остался на старости лет один. Сейчас ажиотаж там большой, клиентов очень много. У нас прям разбирают вещи. У нас там есть какие вещи? У нас дневники, наши песни, фотоальбомы у нас есть, а также наши вещи личные. Именно личные вещи, наверное, больше интерес для них представляют. А также игрушки мягкие, которые... С детства, да? Да, с детства у нас. Таковы самые заметные события. Мы следим за поступающей информацией. Будьте в курсе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова